Значит, когда у нас было уравнение АВН плюс БВН равно ЦВН, да, Великая Теорема Фирма называется, оно, ну, жило какие-то годы, да, жизни у него были там 1637 по 1900, условно говоря, 94. Там было объявление в 93-м году, 23-го июня на каком-то большом конгрессе в Лондоне, после чего в доказательстве Эндрю Уайлса была найдена ошибка, он ее исправлял вместе с Ричардом Тейлором, и спустя где-то полгода уже как бы стало ясно, что ошибка исправляется, доказательства есть. Ну и там венцом этого всего было получение им премии Абеля по математике, кажется, в 2015-м и 2016-м году. Соседняя с Джоном Нэшом был. Джон Нэш получил в 2015-м, по-моему, в 2016-м или наоборот. Вот, но как бы, как с моей точки зрения, да, как устроена вообще в принципе математика. Если гипотеза не дается, ее упрощают и пытаются доказать какой-то, значит, какой-то простой вариант, более простой. А если гипотеза, ну, превратилась в теорему, то ее посложняют, да, то есть ее как бы обобщают. И, соответственно, с теоремой Ферма явно должно было произойти какое-то обобщение. Ну, здесь, значит, можно об этом думать в разные стороны. Например, можно рассмотреть вот такое уравнение. Ну, и наложить там на x, y, z какие-нибудь естественные условия. Ясно, что если мы утверждаем отсутствие решения такого уравнения в натуральных числах, то нам нужно исключить вот такие замечательные случаи, как, например, 11 квадрат плюс 2 квадрат равно 5 в кубе, который был бы контрпримером, если бы мы ничего не накладывали, ну, если бы мы достаточно наложили просто x, y, z, там, начиная с двойки. Все равно этого явно мало. Ну, в общем, есть несколько вариантов точной формулировки вот этой гипотезы, которая носит название гипотеза Билла. Ну, и она, значит, не доказана. Есть ее частный случай, который называется гипотеза Каталана. Она доказана и звучит так. Гипотеза Каталана. Это что с соседних степеней натурально в виду существует только одна пара. Какая? Да. То есть, утверждает, что если А в это минус С в Д это и равно единице, то А равно Д равно 3, а В равно С равно 2. То есть, фактически, что речь идет в случае, 3 квадрат минус 2 в кубе равно 1. И больше никогда вообще в истории натурального ряда, до бесконечности, не встретится два соседних, две соседних полных степеней. Вот. Но точную формулировку я сейчас не могу сказать. Там какие-то условия на xyz, типа начиная с 3 и выше, например, да, никогда в жизни не будет это выполнено. То есть, сумма двух разных степеней равна третьей степени. Ну, естественно, там взаимная простота должна быть, например, попарная потребована. Вот. Тогда это будет иметь смысл. То есть, мы просто обобщаем теорему фирма до некого утверждения, где имен уже тоже становится разным. Но вообще, чтобы перейти, как бы, плавным мостиком к гипотезе АВС, нужно посмотреть на соотношение теоремы фирма, АВС плюс Б равна целью, как просто на некоторое трехчленное соотношение. И спрашивать себя, какие вообще в математике существуют интересные трехчленные соотношения. что-то плюс что-то равно что-то. Ну, например, я могу сказать, что вот это очень интересное уравнение. Здесь, естественно, надо потребовать, чтобы им не было полным квадратом, потому что при полном квадрате у нас будет разложение на два множителя. И из-за установителями аритмистики сразу там будет следовать, что единственный случай это y равно 1, а x равно 0. Вот. То есть здесь требуется, чтобы m не было полным квадратом. И тогда это становится очень интересным уравнением для исследования. Называется уравнение Пелья. И вроде как книга, которую я читал, написано, что Пелья не имел к этому уравнению ни малейшего отношения. Что уравнением этим занимался тот самый Герферма. Вот. После него Лагранж, который, значит, это все фактически добил. Значит, что здесь про это уравнение надо знать? Знать надо следующее, что при любом m, который не является полным квадратом, внимание, в некоторых книгах написано, что m должно быть свободно от квадратов. Это совсем другое утверждение, гораздо более слабое, да? m свободно от квадратов. В смысле, наоборот, это гораздо более сильное утверждение. А тем самым уравнение, которое мы решаем, оказывается более слабое. Вот. То есть вы можете найти в книгах утверждение, что вот m должно быть свободно от квадратов. И тогда у этого уравнения будет бесконечное количество решений в целых числах и с у. Но на самом деле Лагранж более сильное утверждение, что если m не является полным квадратом, то тогда у этого уравнения существует бесконечное количество решений в целых числах. Это первое. Второе состоит в том, что есть некоторое базисное такое решение, из которого все остальные решения получаются некоторым очень красивым трюком. А трюк такой. Пишется выражение x0 плюс y0 корней из m, возводится в произвольную степень in, и по биному Ньютона аккуратно раскладывается, после чего получается слагаемый двух разных видов. Первый вид слагаемых это целые числа, а второй вид слагаемых это целые числа, умноженные на корень из m. То есть мы остаемся в кольце вот такого рода выражений. У нас есть множество всех чисел, которые имеют вид целое плюс какое-то еще целое умножить на корень из m. И такие числа образуют кольцо. Кольцо это когда плюс, минус и умножить можно выполнить, не выходя за пределы множества. Проделимость уже как бы мы не требуем, иначе мы бы назвали это полем. Вот, и, соответственно, смотрите какой трюк потрясающий. Вот я когда его, мне этот трюк рассказал папа буквально в восьмом классе. И я, честно говоря, я был настолько этим поражен, что я с тех пор всю жизнь как-то вот, я возвращался время от времени к обдумыванию уравнения перья. Значит, пишем в иномнии, вот это записываем так, да? А теперь, если мы запишем вот такое выражение, да, называется в теории алгебрических чисел, это будет число сопряженное к вот этому числу, вот. И если мы возведем в мную степень, то понятно после некоторого созерцания, да, после некоторого созерцания, что здесь будет а минус b корни из m. Понятно ли почему? Потому что там, где был плюс, там корень из m, значит, там, вот, если здесь мы возводим в такую степень, что минусов перемножается четное число, то есть он становится плюсом, то и корень из m возводится в четную степень и становится целым числом. Значит, там, где плюсы, там все время одно и то же идет, и здесь, и здесь. И то же самое с минусами. Там, где идет минус, там корень из m в нечетной числе, и, соответственно, нечетное количество минусов, то есть дает минус. И, соответственно, все, что оказывается здесь кратно корню из m, здесь оказывается ровно тем же, только со знаком минус. Ну, вот, и получается, что если вот это обозначить за вот это, то вот это уже равно вот этому, так сказать, как утверждение, как теорему. А теперь перемножаем, перемножаем друг с другом. Тогда слева x0 квадрат минус m y0 квадрат, да, разность квадрата. Только нужно в n-ную степень, возвести ее. А здесь a квадрат минус m b квадрат. Дальше, раз это решение этого уравнения, значит, выражение внутри скобки равно плюс-минус 1, и мы его возводим в n-ную степень. Ну, и понятно, что при нечетных m получается минус 1, а при четных плюс 1. Тем самым при любом n, при любом n, результат вот этого вот рецепта алгоритмического приводит нас к решению уравнения пеля. И они все, очевидно, разные, потому что здесь нарастает, если это, значит, x0, y0, ну, понятно, так как тут четной степени можно взять оба положительными, и за счет этого здесь накапливаются просто все слагаемые положительные, и поэтому просто накапливаются все больше и больше числа. Ну, и, значит, утверждается, что существует такое решение всегда базисное. Разные m распадаются на два класса, при которых бывает минус 1, и при которых не бывает минус 1. Ну, например, y квадрат минус 2x квадрат равно плюс-минус 1. Здесь бывает как минус 1, так и плюс 1. Базисное решение 1, 1. Возводим, получаем там следующее 3, 2, потом 7, 5, 17, 12. По-моему, 41, 29. Я сколько-то даже попал наизусть. Вот. Но там будет постоянное чередование, потому что базисное решение с минус 1, соответственно, все остальные чередуются. А вот, например, у такого уравнения, которое мы дальше, с которым мы дальше встретимся, обязательно, к концу, самому концу доклада, мы встретимся с вот таким уравнением. Вот у него не бывает минус 1 по арифметическим соображениям делимости на 4, остатков вы делили на 4. Потому что остатка 2 на 4, у квадрата может быть только 0 или 1, соответственно, будет здесь, значит, сколько ни перебирай, минус, значит, минус 1 вы никак не получите. Все 4 варианта перебираете, и никогда не получите минус 1. Поэтому здесь только одно, и тут очень легко угадать это базисное решение, 2, значит, x равно 1, x равно 1, y равно 2. Это базисное решение, мы составляем, соответственно, выражение, значит, 2 плюс корень из 3, и в любой степени n дает все решение этого уравнения. Вот. Но есть еще один, есть еще один метод решения этого уравнения, совершенно другой, но полностью эквивалентный тому, что я сказал. Кроме того, этот метод отвечает на вопрос, на который мы еще не ответили, а именно, как найти первое из них. я сделал утверждение, да, что оно существует. Доказательство существования есть некоторое, очень неконструктивное, которое использует Лему Блинковского в одну по пункте. но хочется спросить, а как все-таки его найти в жизни, да, как его найти? Так вот, рецепт такой. Корень из 3 раскладывается в цепную дробь. Цепные дроби, знаете, да, что такое цепная дробь? Такое бесконечное выражение, когда выделяется целая часть, оставшиеся меньше единицы переворачиваются, выделяется целая часть, переворачивается, вот такой динамический процесс. Идет, ну, как бы, цепные дроби удобны тем, что они для рациональных чисел конечные, а для иррациональных бесконечные. Ну, вот, значит, утверждение, которое заказал Лагранш, состоит в том, что цепная дробь будет периодической, начиная с некоторого места, в том и только том случае, когда число, которое мы раскладывали, является корнем квадратного уравнения с целыми критерами. Ну, как говорят, квадратичные рациональности. Ну, там, для алгебраистов это, соответственно, в расширении второй степени над рациональными числами лежит. Вот, ну и вот для корней еще есть утверждение более сильное, что если мы просто корень разложим в цепную дробь, то она будет иметь палиндромический вид, то есть существует вот такая вот, значит, последовательность АК-1, АК, АК, снова АК-1, так далее, А2, А1, запятая 2, А0, или, или когда здесь внутри повторяется один раз, АК-1, АК, снова АК-1, то есть есть некоторый целочисленный палиндром из положительных чисел, да, палиндром натуральных чисел вот такой, и целая часть от корень из m плюс корень из m раскладывается ровно в этот палиндром. То есть он начинается с 2А0, потом будет А1, потом А1 делить на А2, потом, значит, где-то в конце концов будет снова А1, снова 2А0, и начнется как бы по кругу, то есть каждый раз вот этот палиндром начало и конец будут совпадать. И чтобы получить, соответственно, корень из m, я здесь просто стираю двойку, потому что ясно, что А0 как раз удвоенная целая часть. И вот теперь ответ на вопрос уравнения перья заключается в том, что надо обрубать каждый раз по конец периода. Вот там где-то является 2А0, но еще и самое большое из всего этого ряда чисел. Очень красивая теория, она изложена там в... Есть такой сборник, библиотечка математика, и там вот про уравнение пели целый выпуск, по-моему, Бугаен, если я не ошибаюсь, ну и вот там весь этот материал, очень, это просто исключительно красивый материал, он весь изложен. Соответственно, в любом уравнении пели бесконечное число решений, ну и нам это чуть позже пригодится. Какие еще бывают трехчленные уравнения, интересные с точки зрения математики, и не только математики? Но я, значит, остановлюсь на конкретном совершенно уравнении, которое имеет вот такой... Вот. Это так называемые эллиптические кривые. Специально уравнение. Вообще эллиптический кривой называется уравнение кубическое, которое не выражено, но это там означает, что оно не есть произведение двух многочленов меньшей степени над долгоблическим замыканием поля, и у него нет точки, там, этого самого, точки, ну, особых точек, короче говоря, типа вот такой вот петли, через одну шкуку проходит. То есть там пишется, пишется, значит, некоторое выражение, да, и это выражение, дискриминат, да, вот оно не равно нулю, и у нас получается тогда эллиптическая кривая, ну, и они все приводятся с помощью преобразований, значит, преобразований, дробно-линейных преобразований, они все приводятся к виду y квадрата на x кубе плюс ax плюс b, и представляют собой там полигон для теоретических числовиков и алгебрических геометров. Великий полигон. В частности, упомянутая великая сериала Ферма на самом деле доказана с помощью некоторого утверждения про эллиптические кривые. Вот. Я честно скажу, что полное отказательство великой сериала Ферма я пока очень далек от того, чтобы его понимать. В данный момент я просто не способен, скорее всего, его понять, но если я там взял был отпуск на два года, то в конце этих двух лет, вероятно, я бы смог в нем разобраться. Вот. Остается дождаться пенсии и приступить. А там сколько страниц? Ну, там, грубо говоря, вот в книге Панчишнин и Манина ей посвящена седьмая глава примерно на 70 страниц. Но до этого еще 350 страниц некоторые подготовки идет. Нет. Ну, там просто подготовительный материал. То есть, я так скажу, для выпускника Мехмата ЛГУ, допустим, да, требуется еще 200 страниц изучения примерно. Для выпускника там Матфата выше школы экономики, например, скорее всего, около 100. Ну, так. Приблизительно так. Вот. Ну, то есть, это как бы сильно за пределами. Это все-таки сильно за пределами программы даже самых крутых вузов. Но, тем не менее, это еще обозримо. То есть, например, вот про гипотезу Перельмана, гипотезу Панкаре, теоремы Панкаре-Перельмана, я понимаю, что я никогда в жизни совершенно точно ничего мне не пойму. в доказательстве. Совершенно точно. А вот про теорему Ферман у меня все-таки есть еще надежда, что я смогу ее разобрать. Потому что я постепенно там в эту сторону двигаюсь, читаю книгу про эллиптические кривые постепенно. Ну, в общем, может быть, что может быть, что к концу жизни я смогу в общих чертах, по крайней мере, понять. Вот. Но вот эллиптические кривые, это очень красиво, они имеют отношение, по крайней мере, ко всем разделам математики, и даже к финансам. Вот такая вот кривая, это кривая биткоина. В арифметике решение этого уравнения по модулю простых чисел огромного размера, то есть когда мы ищем решение, в полях Z по PZ, где P, это огромное простое число. Выложение больших на электрических кривых. И на основании этого сложения, собственно, и строится вся механика вот этой вот криптовалюты, все там шифровки, индивидуальные кошельки и прочее. Вот. То есть это, на самом деле, это давно уже вышло далеко за предел самой математики. И, в общем, наверное, это самое интересное трехчленное уравнение. Ну, а гипотеза BZ, которую я, наверное, сформулирую здесь, она начинается с того, что пусть A плюс B равно C. Вот так начинается. То есть она, как бы, дерзает взять и обобщить все, что мы до сих пор обсуждали, да, все трехчленные соотношения вообще, все разом берет и говорит, пусть просто есть вот такая вот сумма, где A, B, C натуральные, взаимно простые, ну, можно было бы спросить в совокупности и попарно, но понятно, что в этом случае это эквивалентная вещь. Вот, так вот, значит, пусть A плюс B равно C, где это натуральные, взаимно простые, попарно взаимно простые числа, вот, тогда, и вот что же тогда? Что же будет тогда? Тогда, пока я сформулирую, чтобы сделать такой как бы мостик понимания, то есть я сейчас ему сформулирую эту гипотезу, не очень строго, но чтобы потом более строгая формулировка легко легла уже на ну, вот такую благодатную почву. Значит, тогда почти всегда почти всегда число C меньше или равно некой функции некой функции R, где для любого натурального N, которое по основной теоремии аритметики раскладывается единственным образом в произведении различных простых степенях для любого N и R от N по определению просто равно произведению простых без степеней. Вот. Итак, вот это уже как бы это уже близко к точной формировке, формировку гипотезы ABC существует там 5 или 6 или 7 более-менее экварианта другого формулировок. Ну, и есть там отдельно какие-то более сильные дерзкие утверждения, про которые ни у кого из специалистов нет уверенности, что они верны. Вот. Ну, а основная формировка, да, она как бы ее можно темным моментом дать, но вот пока я скажу не строго. То есть, смотрите, что здесь утверждается. Что если вы наобум берете какие-то два числа и их суммируете, да, проверяете, чтобы это взаимно простая получилась тройка, ну, то есть, если вдруг там были общие... Ну, берете два взаимно простых числа, суммируете их и выделяете после этого все простые, которые входили в разложение как обоих этих чисел, так и суммы, да, то есть взаимно простых будут различные наборы и у этого еще какой-то набор тоже из совершенно новых простых чисел, вы их все перемножаете между собой и сравниваете с С, то есть, с последними чиселами, сравниваете с С, то, как правило, в большинстве случаев получится выражение, которое больше, чем С, больше вернуть С. Ну, как правило, оно бы сильно больше С, если так случайно, натыкать. Теперь, какой смысл у вот этого почти всегда? Какой смысл? Ну, первое, как, раз я понимаю, первое, что сразу же бросается на ум любому математику, что почти всегда означает всегда кроме конечного числа контрпримеров. Такого варианта понимать нельзя. Я легко вам выстроил бесконечную серию контрпримеров в этой формуле. Сделаю это буквально через несколько минут. Давайте сделаю, а потом обсудим все-таки в каком точном смысле теперь речь идет, да? Почти всегда. Значит, смотрите, первый контрпример и бойтесь за ВЦ, это уже упомянутое равенство 1 плюс 8 равно 9. В самом деле, в разложении числа 1 происходит пустое множество простых чисел, в разложении числа 8 1 число 2, в разложении числа 9 1 число 3. 2 раза 3 6, и 6 таки меньше, чем 9. То есть, вот это вот неравенство обрушается. Это первый контрпример гипотезы АВЦ натуральный выбор. А теперь я делаю следующий хитрый трюк. Я его возвожу в степень К. Получается, у меня справа 3 в степени 2К, потому что 9 и 3 квадрат, а слева вот это. И вот здесь я еще захочу, наверное, сделать так, еще круче сделать. Я сделаю здесь 2 в степени К, и тогда здесь будет 2 в К плюс 1 степени. И здесь по индукции очень легко доказать, что вот это выражение имеет вид 1 плюс 2 в К плюс 3 умножить на какое-то число х. И это равно 3 в степени 2 в К плюс 1. То есть возводя квадрат, 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 еще раз, квадрат каждый раз, вы накапливаете делимость на все большую степень числа 2. То есть вот здесь у нас была делимость на 8, но если я возьму в квадрат, будет уже на 16 все остальное делиться. Потом квадрат будет на 32, но каждый раз будет умножаться на вот эту индукцию. Вот. Но тогда мы, смотрите, тогда мы утверждаем, что вот эта вот тройка всегда, тройка АБЦ, тройка АБЦ, тройкой АБЦ называется контрпример любой. Любой контрпример к вот этой формулировке. ну, то есть любая ситуация, когда АБЦ больше, просто больше, как величина АД, чем АБЦ. Вот. Я утверждаю, что здесь всегда будет вот пример. Почему? Потому что здесь тройка в качестве простого делителя только одна. Здесь двойка и вот у этого Х самое худшее, что может быть, это что в Х нет квадратов в разложении. И тогда радикал этого Х равен ему самому. То есть, вот эта вот функция Р называется радикал. Радикал будет тогда радикал меньше или равен самому числу, естественно, потому что я поснимал степени. Ну и радикал числа равен ему самому тогда и только тогда, когда он свободен от квадратов. Вот. Ну и вот в данном случае мы получаем, что радикал вот этой тройки, да, то есть всех этих АВЦ, да, произведения, он меньше или равен дважды трижды Х. Все. Ну и потом еще в Х может входить собственно двойка, да, или тройка. То есть, здесь еще может быть дополнительная случайная делимость, но по крайней мере не это самое. Ну а это, значит, соответственно, 6Х меньше, чем 2К плюс 3Х, которое в свою очередь меньше, чем число С, всего лишь на единичку, но меньше. Ну и можно еще заметить, что даже отношение С к радикалу стремится к бесконечности. Это я тоже заодно хочу продемонстрировать, потому что отношение С к радикалу включает 2 в степени К в качестве множителя. Ну и соответственно, получается, что мало того, что мы породили целое семейство контак примеров, да, но мы еще и добились того, что в этом семействе контак примеров С, деленное на Е, стремится к бесконечности. Значит, соответственно, нам нужно как-то все уточнять. Нам нельзя просто оставить там, как вот что, кроме конечного числа, нельзя оставить, и нельзя утверждать, что С не превосходит какой-то константы, умноженной на радикал. Вот. Тем более, нельзя утверждать, что С не превосходит радикал плюс что-то. А как еще сравнить? Вот как можно сравнить два числа, если не годятся такие меры их сравнения, как разность и отношение? Что следующее? Да. Правильно. Да, то есть, следующее это логарифм одного по основанию другого. Вот. Собственно, мы так и делаем. То есть, мы во всех тройках АБЦ вводим понятие лог, вот это вот, вводим, вводим вот этот логарифм. Это ключевое, ключевая характеристика любой тройки АБЦ. Называется качество, но, по-моему, еще в некоторых статьях называется фактор. И, по-моему, какой-то нет, унифорнизации терминологии в русских насчет этих самых статьях, по-моему, не наступил еще. То есть, качество или фактор тройки АБЦ это логарифм. То есть, мы вычисляем ни во сколько раз больше, ни на сколько больше, а какую степень, значит, нам нужно использовать при возведении R, чтобы получить C. И вот теперь я готов сформулировать строго, да, полностью строго, и будем садать C. После вот этого я уже готов это сделать строго. сейчас мы все сотрем, но вы уже, наверное, догадываетесь, да, что я буду утверждать. Утверждение про серию тройки, про серию бесконечную, которую я сейчас нарисовал, состоит в том, что в нем фактор, ну, он стремится к единице, если мы верим, что у Х нету случайным образом на каждом шаге каких-то квадратов в разложении, да, то есть вообще в этой теории ничего фактически не доказано. Просто мы в худшем случае можем говорить, что вот этот логарифм стремится к единице. Но худший случай или нет, мы просто не знаем, и совершенно никакой проверке это не подлежит, совершенно непонятно, как это можно проверять. Вот, но, по крайней мере, действительно утверждать мы ничего такого не можем. Оценки по худшему сценарию, что радикалы х равен х, дают, что фактор стремится к единице. Так, давайте я сейчас все. Здесь мы будем, здесь несколько контрпримеров я обликну, и потом я расскажу, как строятся все или иные контрпримеры. Ну и вообще, так как доказательства, забегая вперед, доказательства гипотезы АБЦ на сегодня вообще признанного нету, гипотезы АБЦ ну такие как бы кустарные любители математики, они они радостно просто занимаются строительством все новых и новых семейств, да, бесконечных семейств, АБЦ троек. и каждый раз, каждое такое семейство, оно как бы связано с какой-то очень хитроумной догадкой из каких-то областей математики. Я покажу несколько вариантов, вы видите, как это реально красиво. То есть, всем любителям математики, здесь полигон, просто там сотни, тысяч людей занимаются тем, что выдумывают какие-то трюки, значит, чтобы найти еще какую-нибудь бесконечность и место там, ну минимальный такой прирост научного знания в мире, но перейдет ли количество в качество, да, то есть, превратится ли это когда-то в, например, опровержение, да, в доказательство это не превратится никогда, я так и могу совершенно точно быть уверен, что вот этот поиск контрпримерных серий, да, в доказательство отношения не имеет. Но если вдруг она не верна, то это может неожиданно вылезти из вот такого вот как бы кустарного изучения. В принципе, мы на данный момент не должны быть уверены, что она верна на сто процентов. Вот, так что все может быть, все случайно может произойти. Итак, значит, точная формировка такая, я сотру вот эту, формулировку и вместо нее пишу точно. Так, 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 так. Тогда, что же тогда? Тогда для любого епсила больше нуля существует лишь конечное число таких троек с логарифмом меньше 1 плюс ε. Больше 1 плюс ε, конечно. Вот. Вот в этой формулировке уже все. итак, возьмем, например, ε равно 0,1. Что мы утверждаем? Мы утверждаем, что во всем бесконечном натуральном виду встретится только конечное количество выражений а плюс b равно c взаимно простых, таких, что c больше произведения всех простых в степени 1 плюс ε. То есть в степени 1,1, да, если мы взяли ε равно 0,1, то в степени 1,1. Хорошо. Ну, допустим, мы их перечислили и успокоились. Теперь мы берем ε равно 0,01, да, и утверждаем, что, соответственно, все еще даже троек со свойством, что c больше, чем радикал в степени 1,001, их тоже конечное число, хотя, может быть, очень-очень большое. Вот. Ну и вот, что для векового, вот это вот, собственно, основная формулировка гипотеза АВЦ, есть несколько регулярных людей. Вот, как она есть. Так, ну что, давайте я расскажу про несколько... А можно спросить? Да, 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 если спрашиваете, конечно. Количество, есть какие-то определенные оценки количества зависит от качества я могу ответить следующее. Есть такой телеграм-канал ABC Home. Туда пишут вот эти сотни тысяч людей каждый день. Там постоянно что-то возникает. совсем недавно возникла там тройка типа двух тысяч длиной, двух тысяч знаковых чисел, да, у которых там R типа 1.03. Вот, ну то есть какие-то невероятные вещи. Вообще, как бы крутость ABC тройки она берется из двух составляющих. Первая часть крутости это фактор, а второй собственно размер, то есть чему равно это C. Если оно там безумно большое, то даже там 1.001 будет считаться крутым для такой тройки. А если речь идет о числах там 5-6 значных, то подавайте нам тройки там типа с фактором полтора, например, да. Вот. Ну, наверное, надо что сказать? Если мы утверждаем, что это верная теорема, то, ну, возьмем, например, там 1.1. Соответственно, с большим фактором будет конечное число, можно среди всех них взять такую, которая дает самый большой фактор. Ну вот, тогда, соответственно, будет существовать такая, как бы, тройка суперчемпион, да, то есть, во всем натуральном ряду есть самая чемпионская тройка. Если мы верим в любовь за АБЦ, то она тоже существует. Это самая чемпионская тройка. Но какая она будет, мы не знаем, но мы знаем, какая она на сегодня, да, то есть, мы знаем такие А, Б и Ц, что на сегодня никто не знает тройки А, Б и Ц с большим качеством. Ну вот, собственно, я к этому подхожу. То есть, а нет, смотри, для каких, нет, для каких, ни для какого вообще АБЦ ничего неизвестно. То есть, я могу немножко ошибаться, все-таки я как бы не, я же популяризатор математики, я, мне просто эта тема нравится, я не могу там сто процентов ответить, но, по-моему, не доказано ни одно утверждение, например, что, что Ц почти все, кроме конечных случаев, оказывается меньше, чем Р в кубе, да, например, то есть, я не слышал таких утверждений, вот, и, по-моему, их просто нету, то есть, ага. Какое отношение АБЦ имеет к другим примерам, которые вы говорили, там, сейчас, сейчас будет, вознили, вот, я сейчас расскажу про отношения к алиптическим к алиптическим, обязательно, к уравнению к алиптическим и еще к цеплендорогам. Вот будет, то есть, будет три ответа разных, я, собственно, это и есть план действия, только я хочу до этого, сколько у нас вообще времени, чтобы я ориентировался, до полу-осьмого точно есть? Да. Точно. Тогда, я хочу показать некоторые неожиданные, такие, как бы, анекдотические контрпримеры, а потом я уже объясню, откуда они взялись. Вот. Значит, ну, там, скажем, пять на два в четвертый плюс один равно три в четвертый, это как раз из той серии, которую я рисовал, второй, второй номер. Потом, следующий номер, там будет, вот здесь, семьсот двадцать девять будет стоять, это я уже не привожу. Значит, есть несколько, среди первой сотни, там, типа, десяток таких, то есть, когда АБЦ в пределах сотни, там около десяток какого-то примеров разных, вот, ну, там, например, там, три в кубе плюс пять равно два пятый, оказывается, АБЦ тройка с очень фиговым фактором, логарифм тридцать два по основанию тридцать, но, тем не менее, все-таки больше единицы. Чуть дальше у нас был пример про вот эти самые вот с гипотезой Каталана неправильно понятый, это тоже контрпример к гипотезе АБЦ, ну, в смысле, АБЦ тройка. Один с квадрат плюс два в квадрате равно пять в кубе. А здесь, здесь радикал это произведение одиннадцать на два на пять, то есть сто десять, а С-шка это сто двадцать пять. Вот у нас получается фактором, является логарифм сто двадцать пяти по основанию сто двадцать, то есть больше единицы. Вот, потом, значит, вот этот пример, значит, я сам поймал, но я, не что, что я здесь сегодня буду утверждать, я не приписываю себе, потому что совершенно очевидно, что когда сто тысяч человек это делает, то это было давным-давно все, то есть это просто те, которые мне самому, когда я это изучал, пришли, но то, которое я сейчас нарисую, понятно, что ее просто брутальный перебор дает, но вот эта вот АВЦ-тройка связана с уравнением биткоина. Дипетическая кривая и реквадат равно экскрубит плюс 7 и как именно связана, я вам расскажу. Очень красиво и неожиданно. 100 тысяч это во всем мире или как? Да, 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 да. Ой, больше там, 250 тысяч пользователей я бы цехал. Ну, в общем, там реально там огромное количество народа. По странам как-то можно сказать? Не знаю, не знаю. Я вычитал это в статье Хорста, а нет, в этой самой двое, два мужика, забыл их фамилии какие-то англоязычные. Ну, в общем, там у них прямо описаны вот ссылки на все эти дела и там у них пишется, что где-то в районе 200 или 300 тысяч человек увлекается этим делом в мире. Вот. То есть, такой как бы клуб поинтересам возник, да? Вот. Так. Дальше, значит, ну, хотите уже сейчас я покажу тройку чемпион или пусть она родится из некоторого рассуждения? Вот абсолютный чемпион на сегодня. World Record. Потом, да? Вот здесь будет World Record, который может, конечно, быть обновлен. Абсолютно никаких причин. Потому что считать, что это действительно самая великая тройка АБЦ. Нету. Вот. А метод, ну, метод это фантастика. То есть, он лежит на поверхности. Человек, который это открыл, он, ну, как бы он нашел вот в лесу, не знаю, нашел в лесу, в подмосковном лесу самородок золота. Взял прямую. Просто поднял его, да? Ну, нет, он не наш. Это ресей, что ли, ну, какая-то фантузка. Вот. Значит, про метод я здесь обязательно расскажу. Еще одну бесконечную серию мы выводим из уравнения PL. И, соответственно, еще я расскажу про еще одну идею очень прикольную, которая мне пришла на ум. так, ну, хорошо, давайте приступим уже, приступим уже к, собственно говоря, связи с вот предыдущими этими делами. Значит, какое отношение бесконечной тройки ABC имеет к уравнению П. Вот какое. Y квадрат, берем минус 2, X квадрат равно плюс минус 1. замечаем, что у нас, в принципе, почти, почти то, что надо. Когда я беру радикал от этой тройки, да, то я, у меня получается, он не превосходит, чем 2XY. Потому что не больше 2XY. Вот. Но, значит, вот если нам повезет, если нам повезет, и где-то здесь будет делимость на 2, да, вы все, она может быть делимость на 2. Значит, если нам повезет, и в X будет делимость на 2, то тогда будет вместо этого XY. И тогда уже все, потому что XY меньше, чем Y на Y. X у нас меньше Y из этого равенства очевидным образом. Вот. И получается, что это и есть C. Ну, как бы все. Да, то есть, если мы выловим делимость на 2 в X, X делится на 2, отсюда решение является ABC тройкой. А если X делится на 2 в сотой, то решение является ABC тройкой с отношением R равный соответственно во все. Ну, то есть, каждый раз, когда мы вылавливаем новую делимость на 2 в X, у нас получается все более сильная тройка ABC. Ну, правда, надо понимать, что это огромные числа, совершенно безумные, поэтому на факторы это, к сожалению, особо никак не влияет. Факторы все равно там очень-очень мало отличаются это делится. Ну, и, соответственно, вопрос, почему мы уверены в том, что решения этого уравнения будут периодически обладать свойством, что их делится на 2. ответ. Давайте просто запустим соответствующую динамику просто в форм-мольном виде. Вот если у нас было решение A и B, мы тогда следующее, очевидно, получаем вот такой вот процедурой. Следующее решение это домножение на базовое решение. Домножение на базовое. На самом деле, это решение в равнине пили образует группу по вот этой вот, значит, вот этой операции, когда мы их просто перемножаем вот в таком виде, когда мы перемножаем два числа, получается, по любым двум решениям делится это группа, настоящая группа, это подгруппа единиц соответствующего кольца. Ну, и даже на самом деле она более-менее плюс минус просто сопадает с двух единиц. Вот, а, по-моему, нам еще нужно на Z по 2Z домножить, тогда уже будет полное сопадение. Вот, ну и, соответственно, вот у нас что получается? У нас получается A плюс 2B плюс A плюс B корней из двух. То есть, если у нас есть решение AB, то следующее решение будет иметь вид A плюс 2B запятая A плюс B. Ну, и мы запускаем это мод 2. Мы имеем там первое решение это нечет-нечет, потому что это 1-1. Следующее решение будет нечет-чет. Вот, следующее решение будет, соответственно, снова нечет-нечет. Ну, и поехали. Цикл есть. То есть, когда мы отслеживаем по модуле 2, мы видим, что каждое второе решение будет иметь X, делящееся на 2. Ну, как и видно. 3-2. 7-5 пропускаем. 17-12. Вот. Более того, 17-12, четвертое решение, уже делится на 4. Так вот, чуть более сложная лема. Чуть более сложная лема, что каждое 2 вкатое решение обладает свойством, что X делится на 2 вкатый. Поэтому мы получили вот то, что мы хотели. Мы выделяем все больше и больше отношения C к радикалу. А также можно было это по-другому сделать. Записав вот такое уравнение X квадрат минус 2 2K плюс 1 Y квадрат минус 2 2K плюс 1 X квадрат равно плюс минус 1. И так как это не полный квадрат, то у него есть бесконечное количество решений, каждый из которых соответственно все с большим и большим этим самым отношением. То есть из уравнения Пеля рождаются тоже бесконечные кройки. Это первое, что я хотел сказать. Следующее, что я хочу сказать, это про тройку чемпионов. Это вообще история достойная ягодом. Ну вот это вот. С моей точки зрения, это то же самое, что найти огромный слипет золота в подмосковном лесу. Ну тем, кого интересует подминут причинам золота. Вот. Значит, смотрите. идея. Берем корень в какой-нибудь степени из какого-нибудь простого числа. И раскладываем его цепную дробь. Корень проблем манипуляции с соответствующими многочленами минимальными. Вот. И возникает как бы нового выражения. А0 плюс 1 делит на А1 плюс 1 делит на А2 и все это совершенно легко сейчас алгоритмизировано на существующей компьютере. Дальше мы берем цикл. Для АЕ там начиная от ну двойку не смысл брать, потому что мы знаем, как устроили корни квадратные, поэтому нужно тройки брать. Дальше про тройки никто ничего не знает. Внимание! Это такой как бы чуть-чуть офф-топик, да? Насколько я понимаю, вне квадратичных иррациональностей почти ничего неизвестно о разложении чисел цепной дроби. Любое утверждение носит вид, что почти все там имеют какой-то вид, почти всегда какой-то там относительно какой-то правильно понятый меры на множные чисел. Но никогда нельзя. Вот, например, корень публический из двух никто не знает, как увидеть. Никто на свете. не знает, какая закономерность появляющаяся. Не помню, я сейчас как. Вот такой вот проект, да, для школьника, я так-то дал. Проект школьнику. Пиши цепную дробь. Ну, написал цепную дробь. Я говорю, дальше что? Не знаю. Никто не знает. Вот. Ну, а нам что надо? Вот, смотрите, что нам надо. Нам надо, чтобы где-то возникло что-то страшно большое. Например, вот, если мы вспомним про число Пи, оно, конечно, никакой не корень, ничего вообще, оно, трансцендентное. Но, тем не менее, у него есть вот такое вот разложение цепной дроби, ну, разложение цепной дроби каждого числа единственного. У Пи оно вот такое. И смотрите, что это означает? Это означает, что если мы здесь обрубаем и гнорируем все вот это, то у нас получается невероятно хорошее приближение числа Пи. Знаете ли вы, какому приближению числа Пи это соответствует? Мы не доведем, но, да, мы не доведем. Да, но какое конкретное, я тоже, да, на предыдущей лекции сказал, это 355-113. Лекция была про Пи и Е. Я доказывал иррациональность числа Пи, ну, и заодно все вокруг. Так вот, вот это вот больше, чем одна, ну, меньше, чем одна миллионная разница между числом Пи и вот этим числом. При том, что знаменатель 113. Ну, что называется, что же еще можно ожидать, да, вот такая большая точка. А почему? А потому что 292. Игнорирование остатка хвоста дает невероятное приближение. Цепные дроби вообще дают невероятное приближение. Они так устроены. Вот эта вот близость на каком-то этаже превращается в прямо еще больше в близость на предыдущем этаже и так далее. она как бы вот, это, это, Хинчин, читать просто множество книг, Хинчин, цепные дроби. Там очень подробно все изложено. Я до 60-й, до 70-й страницы прочитал. Вот. Тоже одно время я прям понател об них. Вот. Так вот, что вы думаете происходит в этом компьютерном переборе у этого товарища лицея? А происходит вот, в школьниках я обычно в этом месте просто прошу закрыть глаза. Ну, взрослых людей я не могу попросить закрыть глаза, поэтому глаза закросят только те из вас, кто действительно хочет очень сильно удивиться и закрыть. Значит, цепная дробь для корня пятой степени из простого числа 109. Два, плюс один, девять, да, 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 Открываем. Что это, если не золотой самарабин? корень пятый из 109 почти 100% точно равен вот этой вот коротенькой цепной дроби, потому что коэффициент 77733 означает, что это может быть полностью проигнорировано, ну и, соответственно, ответ тут такой, что это 23 девятых с невероятной точностью, невероятной, если мы сжимаем вот эту вот цепную дробь от 23 девятых. Ну и что это нам дает? Если это невероятная точность, то когда я его сражу в пятую степень, у меня получается невероятная точность вот таких выражений, 9 это еще и 3 квадрат, как это еще и, по приколу, это еще и 3 квадрат, да, внизу. И значит, у меня получается очень точное совпадение двух целых чисел. Двух целых чисел. И на самом деле ответ такой, 23 в пятый равно 109 на 3 в десятый плюс 2. чемпион мира абсолютный рекордсмен был получен таким образом. Вот так. Просто идея перебрать корни из простых. И в каком-то быстром месте обнаруживается вот это вот. Да, ну естественно, вы меня спросите, как там насчет фактора, да, качества. Какое качество у чемпиона? А качество у чемпиона оказывается 1.62 дели 9 и так далее. Короче, 1.63. И это максимально известное на сегодня качество какой-либо АБЦ-тройки. Вообще, по-моему, на сегодня существует в районе десятка АБЦ-тройок с качеством выше полтора. Если я не ошибаюсь, просто буквально там 10 или 12 ну что-то такое. Очень-очень-очень мало. Выше 1.4 уже, глядут, типа 50 или 100. Ну, в общем, там как бы дальше быстро растет, конечно. Вот. Но вот что касается чемпиона, то вот он. Дальше. Не утомились сейчас? Сейчас будет очень красиво. Итак, следующее. Ну, конечно, значит, вот как выглядели там, вдруг говоря, какая-то там моя типовая лекция для каких-то финалистов какого-нибудь там конкурса по России, скольников, где-нибудь, да? Я пишу, пусть название будет какое-нибудь очень интригующее вообще что-нибудь такое, да? Я пишу кривая биткоина, там, связанные с ней понятия. Полный залп, полный аншлаг, да? Выписываю и начинаем работать с гауссовыми числами, с простыми числами. А где биткоин, спрашиваешь, кто-нибудь в конце? ну, знаю. Кто его знает? Где-то там биткоин. Ну, я как-то неинтересно в этом никак, как-то мне. Биткоин мне неинтересно, но сама же, видите, какая красивая мутематика. неинтересно. Ну, в основном, да, неинтересно, как вы догадаетесь, сегодня не будет. Но я уже проговорился. Я проговорился уже. У этого решения, у этого уравнения есть офигенное совершенно решение, которое можно угадать. Какое, после того, как я проговорился? Какое решение? я проговорился, сказав слово гауссовое. Это подсказка. Кто угадает? Еще надо побольше проговориться. Решение в гауссовых числах есть. Очень легко догадаться, какое. Ну, ладно. Минус 2 запятая и. В самом деле, и квадрат минус единица, не правда ли? Минус 2 квадрат минус 8, плюс 7 минус 1. Все. Целок непонятно совершенно. Не знаю. Сразу не поймешь. Видимо, первое вот это. что вы думаете дальше мы делаем? Это нечестно с комплексными числами. А знаешь формулу кардана? Как не знаешь? В экономике используется формула кардана. У меня, помню, он на основе формулы кардана написал некую экономическую модель. Вот. В рэш. Сейчас ведет в московской, полтора очень московской поле экономики. Вот. Ну, в общем, формула кардана, вот, это для кубического уравнения. Вот если мы напишем такое простое-простое уравнение, ну, вводят, что у него должны быть корни какие? 1, 2 и минус 3, правда? Но если мы его перепишем в виде x кубе там минус 6x плюс 7 равно 0, по-моему, так оно будет. Я недавно читал про эту лекцию, поэтому еще по памяти помню. Ну, и там, короче, будет что-то типа корень кубический из что-то там по-моему, 27, что ли, плюс корень квадратный из минус 100 плюс корень кубический из 27 минус корень квадратный из минус 100. Какого лешего? Причем минус 100. Как ты из него корень будешь извлекать? Как это минус 100? Комплексные числа. Так корни же вещественные. Как так может быть, да? А вот так, понимаешь? Вот все три корня этого уравнения задаются одной и той же формулой, в которой надо корень кубический из комплекса числа по некоторымя разными способами, никаким согласованным образом друг к другу. И корень из минус 100 это действительно здесь и никак иначе не записать корни. То есть комплексные числа это не что-то, что мы придумали. Это абсолютная такая вот реальность, материальная реальность, данная нам ощущение. Вот это надо понимать. Поэтому тут естественно вполне обратиться к комплексным чиселам. Но как всегда и бывает, если вы используете что-то для формули кардана, в конце концов у тебя комплексность исчезнет, возникнет 1, 2 и минус 3. А здесь что произойдет? А здесь мы будем делать следующее. Есть понятие касательный в любом поле, но вот в комплексных числах тоже есть касательный. Комплексное касательное. Что такое касательное? Ну, кажется, что касательное это когда у меня вот так, да? И как это можно перевести, например, в конечное поле, пока не очень понятно. Ну, мне нужно в комплексные числа перевести, а не в конечное поле. Но в любое поле переносит понятие касательное следующим образом. Мне нужно написать такие коэффициенты, то есть я провожу прямую. Ну, прямая понятно, что прямая это я беру параметр t, умножаю на вектор и складываю с исходной точки. Значит, вот это вот при t комплексном t, пробегающем все комплексные числа, определяет прямую и я подставляю его вот в это уравнение. Подставляю, получаю, значит, i плюс bt квадрат равно 7 плюс минус 2 плюс at в кубе. Ну, и в общем, в общем, давайте я это чисто техническая, совершенно механическая работа. Получается, что для того, чтобы да, я скажу, что такое касательное. Касательное это когда в этом уравнении умирает умирает коэффициент при t. ну, когда я разложу, у меня будет что, альфа плюс бета t плюс гамма t квадрат плюс там, дель по t в кубе равно нулю, да, уравнение получится. Но вот то, что эта прямая проходит через то, что минус 2i на нашей кривой означает, что альфа у меня не будет никакой, естественно. Вот, потому что минус 2 в квадрате плюс 7 сократится с этим самым с и в квадрате и останется только член из t. Так вот, касательный в любом поле называется прямая, при которой бета равно нулю. Подставляем соответствую уравнение, получается условие типа там, по-моему, b равно а умножить на 6 и умножить на i. Если я правильно помню, там вот такое условие получается. И если я теперь подставил эту, это вот при данном отношении б к а, я подставил, это ушло, и что у меня возникло? У меня t квадрат отвечает за то, что это, ну вот, в алгебраическом смысле двукратное, как бы, это самое, да, пересечение здесь. Но когда я посмотрел на это как на уравнение, я получил гамма плюс дельта t равно нулю, и получается третий корень минус гамма 9 на дельта, это ровно то, что придумал диафант Александрийский. Метод номер 2. У него там метод номер 1 был решение уравнения кубического, это он через две точки проводил прямую. Метод номер 2 он проводил касательную, там прямо в точности в наших вот терминах, если переводить на современный язык, это вообще на самом деле невероятный человек. То есть он как бы, у него 6 томов только сохранилось из 13, я не знаю, может там доказательный лифтемиум ферма, например, есть, но никто не знает, что там было. То есть это человек, который, так сказать, все основные идеи сегодняшних, получается, что у него уже были. Ну вот, и получается третье значение t. Но если третье значение t компрессное, да, поставлю сюда, то я получу новое решение. То есть вот это вот решение дважды является, да, при терминалу у меня получается вот этот, как бы, два раза эта точка пересечения, а 30 точек пересечения оказывается новой. И это как раз метод касательный, комплексный. И даст он нам как раз 181. И m2 в 5, то есть 32. Только, наверное, все это со знаками минус. Будет, в общем, вот такое вот такое получится решение. Ну, если так, то 2 в 5 еще в куб возводится 2 в 15, да, в лапу. И у нас сумма рейт получена, потому что и в квадрате будет равно 1. И вот, без всяких комплексных чисел рождается новая точка на кубической кривой. то есть выход как бы в это расширение поля рациональных чисел до комплекса рациональных нам позволил получить неожиданно обратно снова при складывании точки с собой в комплексных. Комплексность ушла, вывернули сопричественность и получили вот эту фантастическую по силе здесь очень неплохо на самом деле. Сим-1 и 32 у нас факторы. Это очень неплохо фактор. Вот. Ну а самое пожалуй последнее то, что я еще никогда никому нигде не рассказывал по той причине, что я никогда до этого не доходил. Никогда не было вот так полутора часов чтобы еще спокойно тогда. В общем сейчас я расскажу то, что будет впервые. Итак. Значит я стираю вот отсюда сейчас идеи эллиптических кривых поженятся с идеями уравнений пелья. И родится новая серия ну в смысле новая не новая целая бесконечная серия а вот это троих. Совершенно такая офигенная серия. Ну опять же я говорю что так как этим занимается 200 тысяч человек то скорее всего это сделано какой-нибудь 10 лет назад какой-нибудь диссертации в андерпорста или еще у кого-нибудь я говорю мне очень сложно проверять в отробной количестве литературы но серию это вывел я сам но нисколько не претендую на новизм так значит что мы делаем что мы делаем мы делаем следующее мы записываем уравнение в таком вот общем виде y это с кубами это другая из которой ничего не вышло а вот эта из которой вышла да мы записываем уравнение вот так и как бы сказать мы сейчас будем выполнять символенную аугу да то есть мы предположим что у нас есть некоторое решение решение откуда следует что k равно y 0 в квадрат минус x 0 в кубе то есть мы как бы берем ну параметрически просто пробегаем все такие пары и для каждой из них просто ну свой k нужно подобрать при котором на соответствующей электрической кривой есть эта точка а теперь глушим слово касательное это все дело только уже обычный ну рациональный касательный значит проводим касательное x 0 плюс at запятая y 0 плюс b ну условия значит касания будет a равно 2 y 0 b равно 3 x 0 квадрат ну это чисто в лок просто раскладываете и приравниваете коэффициент при т 0 здесь как бы можно попросить синий или черный парчер не видно да я просто люблю разноцветные но я понимаю что их плохо видно давайте дальше синим да вот то есть касательный вот в этом параметрическом виде будет вот такая прямая значит x 0 плюс 2 y 0 t запятая y 0 плюс 3 x 0 квадрат t ну и записываем после этого когда мы запишем третью точку пересечения она будет иметь вот такой вид b квадрат делить на а в кубе минус 3 x 0 делить на а теперь я подставляю и получаю что это 9 x 0 в четвертой 9 на 8 y 0 в кубе минус 3 x 0 9 на 2 y 0 то есть при таком значении t подставленном сюда при данных a и b мы получаем третью точку пересечения то есть точку лежащую на этой кривой вот с таким k получаем ее в символном виде через x 0 и y 0 но что это означает это означает что у нас появляется некоторая символьная тождество относительно x 0 и y 0 чисто как бы в стиле в стиле все делается в стиле математики каких-нибудь семнадцатых кривов то есть мы идем по наитию идем выписываем и понимаем что мы должны в результате по правилам диафанта Александрийского влучить точку на той же кривой а так как у нас был параметр то мы получаем параметрическое тождество просто и вот как оно выглядит параметрическое тождество значит параметрическое тождество выглядит ну короче оно выглядит так 8 y 0 в четвертый я прошу прощения сейчас будет тяжело немножко но потом я скажу как сделать чтобы это было проще x 0 в кубе y 0 в квадрат плюс 27 x 0 в шестой делить на 8 y 0 в кубе все это в квадрате равно y 0 в квадрат минус x 0 в кубе 9 x 0 в четвертый минус 8 x 0 y 0 в квадрат делить на 4 y 0 в квадрат в кубе дальше я все это привел к виду без дробей убрав все знаменатель получил полиномиальное тождество и последним действием я обозначил x 0 в кубе по-моему умноженный на 2 нет x 0 в кубе за за t x 0 в кубе равно t 2 y 0 в квадрат равно s сделал замену потому что там все степени в тождестве делились на в случае x 0 на 3 а в случае x 0 на 2 и получил вот такое вот тождество внимание вот это уже тождество которое само по себе может быть ну найдено из каких-то других соображений наверное просто перебором всех тождеств но в данный момент оно вычленилось как результат параметрической касательной параметрической точки на параметрической литической кривой равно это все 4s в кубе на s минус 2t плюс t на 9t минус 4s в кубе значит теперь смотрите есть некая теорема в теории литической кривой нет извините в теории как раз ABC3 которая говорит что невозможно получить контрпример ABC3 с помощью сивойной алгебры то есть если сумма двух взаимопростых многочленов равна третьему то радикал произведения их всех будет обязательно больше чем степень самого большого минимум на единицу это вот то что я летом я сидел летом на Байкале и значит у меня я пытался получать даже подключил одного друга перебирает толсто ничего не похоже теорема получается на 2 больше на 1 больше и потом я увидел теорему эту статью и теорема эта сделать нельзя но посмотрите внимательно что это гипербодическая форма двух переменов что значит гипербодическая форма ну как бы есть сумма квадратов есть разности квадратов это больше похоже на разность квадратов чем на сумму если просто строго я строго буду говорить то это 3 умножить на S минус 3T в квадрате минус S в квадрате вот это вот если я напишу так то сразу станет ясно что я имею ввиду под гипераполический формул то есть это разность квадрата фактически здесь уже сильно пахнет уравнением пельня согласитесь здесь очень сильно пахнет уравнением пельня вида х квадрат минус 3ху квадрат равно единице то есть это уравнение имеет бесконечное количество раз возвращения к минус единице понятно да? я же не зря с этого начал но вы скажете что это не совсем то потому что я возводил 2 плюс корень из 3 в эту степень и нет никакой гарантии что то что получалось АН плюс ВН корни из 3 что то что получалось имело разность делящихся на 3 а мне нужно чтобы целые числа были S и T для того чтобы оба были целыми нужно чтобы разность между вот этой и вот этой части делилась на 3 ну я захигачивал эту динамику по модулю 3 и увидел что каждый третий раз будет разность делиться на 3 поэтому в этой бесконечной серии выражений по-моему нам нужно делать 2 плюс корень из 3 если я не ошибаюсь степень 2 плюс 3 и вот тогда будет всегда возникать на каждом вот этом вот третьем раунде у меня будет целочисленное решение и S и T целые оба то есть неделимость уже на делится на 3 получается что у меня бесконечное количество бесконечное количество пар S и T в котором вот это умирает до единицы а в результате что выходит выходит 4S в кубе на S минус 2T плюс T на 9T минус 4S в кубе равно единице х а вот это уже совсем другое дело потому что здесь радикал совпадает по степени с тем что там совпадает ну если бы он если бы не совпадало был меньше то мы бы получили опровержение дипотезы ABC вы понимаете да то есть если бы здесь вместо совпадения была бы разница даже на единицу то я бы уже утверждал что есть бесконечное количество троих с соответственно с радикалом равным ну там еще в 4 в данном случае будет 4 третьих если бы он был меньше на единицу вот но понятно что этого мы не ожидаем но из совпадения следует что у нас есть уже шанс что каждый раз будет ABC тройка это очень легко доказать это очень легко доказать действительно каждый раз будет ABC тройка правда с фактором очень близким к единице нужно просто оценить примерное да примерное в терминах t сколько получается какое соотношение между s и t ну как бы у нас вот s из того что это у меня фактически s квадрат да примерно равно с минус 3t корней из трех ну из этого очень быстро получается что s примерно равно 7t приблизительно равно 7t если я не ошибаюсь 7t не будет сейчас я посмотрю 7t где-то у меня здесь это было где-то 7t да 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 s примерно равно 7t ну и когда мы теперь теперь мы все это смотрим что здесь у нас получается радикал состоит из линейного, линейного, линейного и линейного то есть 4 и степень максимальная тоже 4 это уже как бы намек на ABC тройка ну и действительно так и есть потому что значит 7t в кубе на 5t еще раз на t и тут 19t ну и радикал только меньше может быть больше он не может быть ну и радикал как бы здесь тоже тройка снимает и остается выражение там чего я еще забыл двойку забыл из четверки получается сравнение дважды 7ю 5 и он 19 с выражением 19 в кубе ну и тут очередно меньше и все вот поэтому у нас есть бесконечное количество тройка ABC вот этого неожиданного вида с использованием вот этого соотношения вот дальше я попытался проделать метод Ван Де Хорста который просто наугад перебирал решение в целых числах или в рациональных вот этого уравнения у меня ничего не вышло у меня получилось некое соотношение из которого ничего такого не вырезало вот то есть значит соответственно вот вот то что вот то что я хотел в общем и целом в общем и целом рассказать вам и это я рассказываю кому бы то ни было впервые в истории рассказываю вот это удивительное совершенно это удивительное семейство обоциктовой бесконечное вот еще я хочу последние две вещи сказать это во-первых что есть еще метод который я значит ну да поупражняться своему старшему сыну победителю олимпиады информатики всероссийской а именно поперебирать вот а умножить на логарифм 2 плюс б умножить на логарифм 3 плюс с на логарифм 5 плюс так далее плюс там д например на логарифм ну не знаю 37 некоторое количество простых чисел берем берем очень точно вычисляем их логарифмы и ищем при каких целых коэффициентах да целочисленная комбинация дает что-то очень-очень дискатую вот а а зачем нам это надо а потому что теперь мы бросаем все с положительными влево например алгоритм 2 плюс с логарифм 5 примерно равно там минус b логарифм 3 ну давайте я переобозначу снова за b да плюс там d на алгоритм 37 ну допустим да условно говоря то есть слева положительная справа положительная экспоненцируем получаем 2 в а на c 2 в а на 5 в c примерно равно 3 в b на 37 в d ну и если здесь примерное равенство как этому товарищу повезет мне да при компьютерном переборе здесь будет маленькое число то это будет очевидным образом тройка оба c довольно-довольно быстро окажется как только это за размер этих чисел сильно вниз сойдет это будет тройка оба c вот ну вот мишка там запекачил этот перебор там у него вышли какие-то тройки качества вплоть до 1,3 довольно большие по размеру но потом мы это все обнаружили в статье вандахорста исходной он там это делал вот ну это так это очень до поверхности ну а здесь значит ну конечно я тут же поставил следующий вопрос а вдруг вдруг вот все-таки в какой-то степени вот мы берем гиперболическую форму да первая если у нас есть гиперболическая форма мы возьмем четную степень если это равно какому-то какой-то сумме двух многочленов то мы сразу немедленно да все гиперболические формы бесконечное количество раз возвращаются к некоторой константе не обязательно к единице но нам это пофигу абсолютно если там не единица а три будет ну какая разница да или там 35 или 35 тысяч все равно это будет бесконечное семейство АБЦ троек и если вдруг в какой-то момент здесь степень понизится то это будет опровержение гипотеза АБЦ ну очевидно что если бы так было то давно это было бы открыто вот но в принципе вот например если гиперболическая форма получилась тогда было бы опровержение гипотеза АБЦ удалось учиться что тоже было бы интересно потому что эллиптическая форма в Гауссовых числах ведется и так же как гиперболическая форма в обычных числах бесконечное количество раз возвращается значительно вот так поэтому вот тут есть как бы очень много интересного по-моему в принципе какая-то кладезь АБЦ тройки это какой-то кладезь кладезь задач для всех возрастов а как на счет почти всегда а? а как на счет почти всегда а я вот уже я стер и сказал что для любого эпселуса что это лишь конечное количество таких штук но мы ничего не знаем то есть это это не очень в том смысле почти всегда вот в этом то есть в том смысле что как только мы фактор ограничиваем числом один плюсексовым то до прорежения будет конечное количество вообще некто некто Мошезуки в 13-м году заявил что он доказал не будет за АБЦ а в некоторое время никто не мог ее проверить потом значит пришел Питер Шольц в 18-м году нашел ошибку Мошезуки не согласился опубликовал где-то у себя в японском журнале ну какая-то такая движуха происходила ну в общем на сегодня видимо следует констатировать что все знакомые мне математики верят в Шольце а не в Шизуки ну то есть надо считать что гипотеза не довязана ну а да что еще про нее а ну вывод все время фирма велик конечно да в одну строчку правда из гипотезы АБЦ в ее самой сильной форме которую можно здесь взять сразу следует великое цирреоформа но самая сильная форма я ее я так назову эту форму что вот допустим допустим что фактор 1.63 не достижим когда великое цирреоформа верна доказательство займет меньше чем эта доска в два раза то есть вывод великое цирреоформа из того что у нас нет никаких троек с фактором более чем известных ну а естественно доказываем великое цирреоформа противного пусть а венны плюс b венны равно ц венны тогда как мы знаем ц венны меньше или равно радикал а венны b венны ц венны в степени 1.63 да? дальше радикал внутри радикала можно убрать все степени потому что ну потому что простые числа от этого набора простых чисел не меняется радикал n в х и равно радикалу n в любом n в любом х вот значит эта степень 1.63 дальше я пишу что a и b меньше c а нет извините я еще пишу меньше чем a b c меньше или равно а само a b c в степени 1.63 потому что радикал не превосходит числа значит так как у нас есть такая сумма то и этот и этот меньше чем этот поэтому это меньше чем c в степени 1.63 то есть c в степени 3.63 то есть меньше чем c в пятой cn меньше c в пятой отсюда n меньше 5 теорема ферма при n 3 и 4 умеем полностью доказывать даже н это умел ферма это научился рейлер там была эпическая ошибка связанная со основной теремой аритметики в кольце этих самых тизел эзерштейна который он не понимал или не понимал или потроил всех я не знаю даже как то есть он оставил доказательства без ссылки на то что типа ну так как на тереме аритметики верна то но потом в кольце эзерштейна это ее доказали поэтому доказательства спасли а вот общее доказательство ламе которое было построено на том же принципе на основной теремой аритметики в кум корней n из единицы значит этого самого примитивного корня комплексного она просто не верна начиная с 23 ну и соответственно доказательство упало это кстати ровно 200 лет назад было доказательство упало ну и вот с тех пор совершенно другим методом эти эти кривы доказывали этим методом не добились спасибо за внимание вопросы у нас вопрос давай а есть можете назвать каких-нибудь суперзвезд там филтсовских медалистов которые этой темой занимаются я вот понял Питера Шольца я уверен что Тейн Стал занимается почему он занимается всем не существует ни одной темы ни в одном разделе математики где бы Тейн Стал не отметился в своем дневнике вот с ним всегда он за всем следит это феноменально но больше не знаю я не знаю например интересуется ли этим гром это феномен или там это я посниг после есть какой-то был генфонд который математик он как раз исследовал насколько могут логарифмы так сказать разных числ быть независимым да я его смотрел когда был университете очень давно и действительно надо пересмотреть то есть я совершенно не помню да да возможно что-то да и новое для бц будет или что-то такое но тоже скорее сюда не знаю когда такая масса народу занимается понятно да спасибо спасибо это да да если комплексные числа такое естество бытияторное нам в ощущениях какие еще расширения можно характеризовать таким образом ну кажется самое естественное все вот эти расширения то есть принципе все круговые но на самом деле какие вот поля изученные поля и кольца изучены лучше всего квадратили квадратичные круговые то есть корни квадратные любые из неполных квадратов причем можно из отрицательных можно из положительных там это неважно это прям все проработано до конца книги хосе еще 50 какого-то года и соответственно вот круговые поля это там 13 глава роза на 87 год книги все числа ну вот так сказать это вот то что появляется из этих задач ну дальше не знаю кроме этих я не знаю нет это же что такое это не коммутативное расширение комплексных чисел это из другой серии здесь нет ничего не коммутативно здесь умножение всегда помогите все все это лежит в целом все что все что мы тут делаем это все лежит все эти расширения не на самом деле не будем считать такими естественно да непонятно даже как сформулировать что потому что если от перемены мест умножения меняется результат и какая основная терема аритмистике может быть и как она будет звучать уже вообще непонятно а к этому все равно так или иначе сосвоится там вот произведение простых идеалов там без коммутативности непонятно что делать но по-моему это вопрос который очень долго там парились это надо спросить алгебрический геометр по-моему не коммутативная как бы но переписать все это в не коммутативный случай это такая как крест который не сделал момент но здесь надо конечно у ребята спросить возможно еще сказал ну да это вот это для вот этой тройки то есть если мы верим что ну да я предположу что это действительно чемпион мира тогда череп фирма верна грубо говоря вот так такая логика 163 умножить на 3 уже меньше пяти ну даже если бы это было больше пяти мы теорема фирма умеем доказывать без эндрю уэлса до 100 миллионов в районе простых в районе 100 миллионов под старыми методами то есть если даже там фактор будет чудовищного размера да хоть как-то будет это доказано для какого-то уже теорема фирма понеси сразу все да наверно большое спасибо за новый материал я не буду на научном семинаре чтобы в москве вот так много народа был научный семинар но правда внешне научный да такой колокол полу учебный все равно